Девушки отдыхают В эфире 267 выпуск программы «Автомобиль». Сегодня ее открывает рубрика «А даже не знаю какая». По идее это за безопасность на дорогах, но она остро приправлена погоняшками. Давно мы хотели провести подобный эксперимент. И вот что называется час настал. Для начала введем суть вопроса. Городская езда. Как бы ни ругали наших водителей, но большая часть нас ездит весьма адекватно и весьма аккуратно. Но тем не менее, горячие головы пытаются вырваться из потока. Вот так. Таких ездоков уже прозвали шахматистами или шашечниками, потому что прыгают по дороге словно шашки по диагонали. Притом многие считают себя ассами. Ну конечно, да, поры до времени. Проблема даже не в том, что эти люди плюют на законы дорог и на окружающих. Даже жестко скажу. И не в том, что они бьются. А в том, что за собой тянут невинных. Страдают и гибнут невиновные водители и пешеходы. И вот он вопрос на сегодня. Ради чего вся эта спешка? Много ли выигрыш в городе, если будешь обгонять поток? В общем, ставим эксперименты. Знакомимся с нашими героями. Это, конечно же, Андрей Александр, наши мастера. И Наталья. Абсолютно неопытный водитель. На права сдала, но опыта самостоятельной езды нет. Поэтому поедет на учебной Шкоде. Притом по всем правилам. Да еще и с инструктором под боком. Его роль выполняет Андрей. Ну а Александр? Ему роль посложнее. Нормальный такой пацан на чупырке. Она же вторая Самара. Эх, тонировочку бы еще по кругу. А вот ксенон есть. Как вы понимаете, Саша будет выполнять роль беспредельщика. Но в разумных рамках. Итак, стартуем от центра техобслуживания НовГУ. Сделаем круг примерно в 10 километров. Засекаем время и посмотрим, есть ли выигрыш. И главное, если есть, то чего он стоит. Выехали друг за другом, но Саша, конечно, тут же обогнал и пошел первым. Наташа не спешит. Притом движется даже не на разрешенных 60 километров в час. А порой и медленнее. Но смотрите, идет следом. Вот он город. Все отыгранные метры теряются на светофорах. А поэтому неторопливая красная Шкода висит на хвосте. Да вы и сами, наверное, не раз убеждались в бесполезности светофорных гонок. Саню, конечно, задевает. Как так не оторваться от новичка? Но поток плотный. Тут не протиснешься. И на очередном светофоре Наташа вновь мелькает в зеркале заднего вида. Ну да, вот они, светофорные гонки. Тут Наталье делать нечего. У нее другие мысли. Не заглохнет бы при трогании с места. Хорошо, что Андрей рядом. Подсказывай. Саше, чтобы оторваться, приходится идти на нарушение. Впрочем, эту тему мы уже поднимали. Универсама тележка не он один нарушает. В общем, вжился в роль. И сейчас отыграет энное количество времени. Потому что Наталья, как добропорядочный водитель, двигается, а точнее стоит под красным в своем ряду. Рядом с ней такой же нарушитель, как наш Саня. В общем, все жизненно. Александр идет вперед. И вот здесь можно поиграть в шашки. Конечно, это только имитация отмороженного водителя. На самом деле Саша предельно осторожен и сосредоточен. И вот опять светофор Наташа в это время догоняет. Прямой и ровный, как струна, проспект мира. Формально, не рискуя быть оштрафованным, в связи с новыми поправками, Александр может двигаться здесь 79 километров в час. Если бы не светофоры, да поможет ему зеленая волна. А вот Наталья и невезуха. Хотя порой и у нее на спидометре стрелка поднимается до 70. А Саша наконец-то оторвался, притом прилично. Но наш круг завершается. И можно подводить итог. По времени Наталья, конечно, проиграла. Притом ровно 4 минуты. 20 против 16. Но чего же стоил этот выигрыш, Саша? Во-первых, повышенный износ техники, сцепление, тормоза, мотор, да и подвеска, ведь ямы объезжать некогда. Во-вторых, повышенный расход топлива. А некоторые моторы при таких рваных темпах еще активно поглощают и масло. В-третьих, нервы напряжены постоянно. И хорошо, что не случилось в-четвертых. Это то, что мы показывали в начале. Притом, будь вместо новичка Натальи за рулем Андрей, то разрыв был бы и того меньше. Итог такой. Время те, кто спешат, конечно, выигрывают. Но цена велика. Поэтому права народная мудрость. Поспешишь, людей насмешишь. И появляется потом в сети ролики с названием не иначе как. Богатый идиот на Ламборгини. Приправленные нескончаемым смехом. Благодарим автошколу «Водитель Плюс» за очередной видеоурок. У кого нет прав, приходите учиться. Грамотные преподаватели и инструкторы научат законам дорог. Однако учитываем, что это смесь рубрик. Как и положено в погоняшках. Бензин нашим героям. Морозы крепчают. Но сеть АЗС «Титаносен» предлагает зимнее топливо. Зимний бензин облегчает холодный пуск. Ну а солярка не помутнеет до минус 35. «Титаносен» – правильное топливо по разумным ценам. И еще подарочек для наших участников. Уже от сети «Мояк Бешеная губка». Сертификаты. На бесплатную мойку для победителя. И 30-процентная скидка для проигравшего. Хотя, кто сегодня победил – это вопрос. Ну а сеть «Автомоек Бешеная губка» приглашает автовладельцев к себе. Кто-то здесь уже мыл машину, кто-то нет – попробуйте. Разумные цены. Хорошая качественная шампунь и автохимия. Профессиональное оборудование и опытные работники. Действуют различные бонусы. Например, вторник – мужской день. Среда – женский. Скидка в 15%. Выбирайте, где удобнее. Либо на улице Рабочий-1, либо на территории торгового комплекса «Волна». На очереди редкая рубрика про рыбалку. А ведь январь все-таки порадовал любителей подледного лова. Пришли морозы, и водоем исковало льдом. Ну что же, дождались. Пора собираться на рыбалку. Этот рыболовный выпуск мы посвятим именно сборам. Так как очень важный момент. Например, неправильно выбранная одежда может испортить удовольствие от отдыха. Какой отдых, если замерзаешь? Раньше было просто. Побольше с ветеров до тулуп сверху. Пока идешь, сопреешь. Сядешь потно и зазябнешь. А сегодня термобелье – вот наша одежда. Однако бывает, слышим, купила, эффекта нет. Почему? Вот сейчас я буду одеваться, и попутно обсудим тонкости и ошибки в выборе. Для рыбалки нам понадобится три слоя одежды. Первый вот такой, тонкий. Его задача согревать и пропускать влагу. Именно поэтому скажу крамольную мысль для староверов. Первый слой должен быть 100% синтетикой. Ибо натуральный хлопок попросту намокнет, и будем мерзнуть. А вот и классическая ошибка. Одевать первый слой на футболке, майке нельзя. Белье – только на голое тело. Притом белье должно облегать, но не сковывать. Поэтому и складки плохо, и чересчур натянутая ткань нехорошо. Берем размер в размер. Посмотрите на швы. Хорошо, если они будут наружу, чтобы не терли тело. Второй слой. Его задача – сохранить тепло. Он греющий. По сути, флисовые куртки притом симпатичные и удобные. А поэтому многие носят их и в повседневной жизни. Женские варианты тоже есть, ведь это удобная одежда не только для рыбалки, но и для всех видов активного отдыха. Теперь завершающий третий слой. Теплые куртки и костюмы. Современные технологии позволяют делать одежду дышащей. Внутри мембрана, которая пропускает влагу изнутри, но не впускает холод снаружи. Материалы разные. Есть и бесшумные, не шуршащие. Их оценят охотники. А есть костюмы-поплавки. Они предпочтительны по первому и последнему льду. Если лед под ногами провалится, шансов выбраться больше. Костюм, что спасательный круг. А вообще, всегда носите на рыбалке с собой вот это приспособление. Выбраться из полыни тяжело, лед скользкий. А эти когти помогут. Спасали не одну жизнь. Если замерзли ноги, то считай, рыбалка испорчена. Впрочем, не только рыбалка. Я вспоминаю, как злился на себя за промашку. В одном из наших внедорожных путешествий, когда черпанул полный сапог воды. Для меня поездка была испорчена, просидел полдня в кабине. А вот надел бы такие непромокаемые чулки из неопрена, ты имел шансы остаться с сухими ногами. Что касается термоносков. Выбираем их по температуре и уровню активности. А то купят и жалуются, что в минус 20 холодно, а на этикетке плюс 5 до минус 10. И захватите с собой термостельки. Если ноги замерзнут, то поможет химическая реакция с выделением теплоты. Вот меня бы тогда такие стельки выручили. А еще сапоги надо было не резиновые, а из ЭВА надеть. Нет им равных в холодную и мокрую погоду, так как попросту не впитывают влагу. Прелесть этой обуви мы оценили на зимней рыбалке. Мало того, что у них эффект термоса, то есть низкая теплоотдача, но сапоги очень легкие, удобные, пористая структура работает словно амортизатор. Если голый лед, хорошо, если на подошве будут шипы. Да, те самые, как в автомобильных покрышках. Ух ты, прям ностальгия. В 80-е годы мы отдавали за такие бешеные деньги, притом за не новые. Фарцовщики выменивали их у иностранных туристов. Вот они, те самые финские, отлично подходят для повседневной жизни. Терпеть не могу, когда на рыбалке руки мерзут. И предпочитаю такие варежки, чтобы наживку можно было посадить. Еще хороший вариант. Флисовые теплые перчатки и сверху неопрен, который не пропускает влагу. Как гласит народная мудрость, держи ноги в тепле, а голову в холоде. Но шапка в мороз все же не помешает. Притом лучший вариант именно ушанка, а хороша и для ежедневной носки. Рыбацкий вариант с ветрозащитой. А для охотников еще и вот с такой ярко-красной расцветкой. Это чтобы напарники заметили, а то еще за лося примут. А вот ветрозащита и подшлемники пригодятся, если на рыбалку поедем на снегоходе. Хотя, вот тут мы, пожалуй, закончим с одеждой и посмотрим на недорогую альтернативу снегоходу. Мотобуксировщик Паксус. Главное преимущество такой техники мы видим не только в малых габаритах, но еще в том, что не нужны права, не нужна регистрация ни в гостехнадзоре, ни в ГИБДД. Если поездка по льду на машине может привести к штрафу, то здесь нет. Это же собачья упряжка, только с моторчиком. Не зря мотобуксировщики получили второе имя – мотособаки. В обслуживании просты, ломаться здесь особо нечему. Моделей множества с разными двигателями, китайскими и японскими, на заказ привезут любую. Однако вернемся к нашим сборам. Альтернативу рыболовному ящику пока не придумали. Все тот же самый чемодан с отеком для рыбы и снастей. Я остановил свой выбор на этом. Легкий, удобный, есть отсеки для блесен и мормышек. А вот выбирая ледобур, призадумался. С одной стороны можно взять ныне самый популярный. Бурит лунку диаметром 130 миллиметров. Мне нравятся барнаульские изделия. Надежные, без люфта в месте крепления и сверлят хорошо. А с другой стороны, если жерлицы поставить или за белой рыбой податься, то здесь лунку побольше надо 150, а то и 180 миллиметров. Главное, что выбор ледобуров хорош. Даже спортивный есть. Кстати, любители половить белую рыбку. Февраль месяц на носу, а это метели. Не зря я к палаткам подхожу. Вот она, отличная ветрозащита. Некоторые рыбаки, прежде чем ловить, сооружают из снега стенку-крепость. Холодный ветер – главный враг комфорта. А в палатке лучше, и лунка не обмерзает. Притом, если зажечь свечу или обогреватель, то хоть раздевайся. Даже большая палатка не представляет из себя в собранном виде громоздкую поклажу и ставится быстро. Вот такой домик, притом с окнами и вентиляцией. Здесь и вдвоем не тесно. Ну а теперь, наверное, самое интересное – приманки. Конечно же, у каждого есть своя любимая блесна. Но я возьму смелость посоветовать. Вот только сейчас наберусь десяточек. Притом, буду ориентироваться не только на свой вкус, но и на опыт знакомых заядлых рыбаков. Итак, последние вести с ледовых полей. На что же клюет рыба? Что ей нравится? А нравится ей однозначно вот эти два экземпляра от Раппола. Вообще, хорошие балансиры, однозначно рабочие. Но главное от Рапполы в этом сезоне – это вот этот балансир. Красивый, но с металлическим хвостом. Если пластиковый хвост щука бывает, хватает и откусывает, то здесь у нее сделать не получится это. Крепкий, красивый, уловистый. Как ни странно, но и корейские балансиры наша рыбка любит. Под плотвичку голубенький. И под окунька тоже рабочие рыбки. Следующий балансир, который я отобрал от фирмы Lucky Jones. Обратите внимание на тройничок. Глазок бусинка. Только что мне звонил мой знакомый, который приехал с рыбалки и сказал, что кто использовал такие балансиры, у тех поклевок было больше. Так что бусинка – это рабочая. Ну и, наконец, финские приманки. Финны – это ребята, которые знают толк в зимней рыбалке. И поэтому вот вам два абсолютно рабочих балансира. Ну а теперь блесны опять от финнов, от Куасама. Здесь у нас просто классика. Это, во-первых, симфония. Это нордик и джаз. Окунь обожает эти блестящие железки. Ну и под конец народная работа, так называемая блесна Матвеичкова. Конечно, это не авторская работа, это уже копия, то есть фабричное изделие, но повторяет точь-в-точь ту самую блесенку. Так вот, окунь ее просто обожает. Однозначно ловистая. Если же хищник не берет, то есть смысл достать удочки с мормышками. Уж чего-чего оплатвы надергать всегда можно. Особенно, если лунки подкормить. Для этого используем зимний прикорм. Обратите внимание, надпись «Зима» не случайна. Ледний корм жирнее и, как правило, содержит жмых, который в холодной воде не работает. А мормышек сколько. Вот мои любимые, это глазки. Ловлю на них и зимой, и летом любую рыбу, вплоть до карася. Уловисты и имитаторы личинок. Их много, красивые мормышки. Дробинки тоже хороши и разнообразны. По большому счету, платва ясь будет брать любую. Когда мы выезжаем съемочной группой на рыбалку, то ловим на разные приманки. А клюет-то у всех. Хотя, конечно, у кого-то реже, у кого-то почаще. В чем секрет? В снастях или все-таки в рыбацкой удаче? Вот на этой ноте и подведем итог. Когда в сети магазинов «Автомир» появился рыболовный отдел, некоторые сомневались. А нужен ли в автомагазине такой? Время показало – нужен. Среди автовладельцев полно рыбаков. И я в том числе. Отдел пользуется популярностью и расширяет ассортимент. Про многое еще можно было бы поговорить. И про удочки. Их выбор огромный. И про живую наживку. Но пусть это будет темой для другой программы. Отметим, что в этом же отделе есть товары и для активного отдыха, которые сейчас продаются со значительной скидкой. Сезон подледного лова в этом году, похоже, получится коротким. Так что не упускайте эти классные солнечные деньки. Да, и глаза берегите. Используйте солнцезащитные очки. И еще, опережая события, расскажем, что такой же рыболовный отдел, как и здесь, в «Автомире» в Колмова, в ближайшее время появится и в магазине на улице Псковской. Так что заходите и туда тоже. Завершает выпуск рубрика «Вторые руки». В центре внимания – авторынок. Подведены неутешительные итоги продаж новеньких автомобилей за прошлый год. Рынок падает. А судя по продажам в январе, точнее, по их отсутствию, падение продолжается. Кризис. Но вторичка чувствует себя несколько лучше. Вот насколько лучше. И какие изменения мы увидели, придя сюда, об этом поговорим чуть позже. А пока? Пока выберем автомобиль для тест-драйва. Впрочем, сегодня не наш выбор, а ваш. По просьбам зрителей. На тесте Ford Fusion. Сразу скажем. Fusion мы хорошо знаем. Он был у нас на тестах и не один раз. А поэтому и самим очень любопытно, как повлияли годы эксплуатации на эту машину. Интересно сравнить ощущения от нового Ford и от этого 2006 года выпуска. Впрочем, сначала грустным. Наша любимая мозоль. Бросить камень в маркетологов. Да-да, сегодня вновь этот рассказ можно назвать. Ошибка маркетинга. На сей раз европейского отделения Ford. Да, несмотря на то, что Ford это исконно американская марка, но Fusion был разработан в Европе и выпускался на заводе в Кёльне в Германии. Вот именно, что выпускался. Продолжения банкета не будет. Ford просто прибил эту модель. Вот и посмотрим, что же натворили ребята из фордовского отдела маркетинга. И что предлагают взамен. Вы помните 2005 год, когда очереди за вторым фокусом растянулись на полгода. Ford был безумно популярной машиной. А Fusion по продажам у Ford был вторым. То есть, россияне оценили и, можно сказать, даже полюбили эту машину. И еще на первом тест-драйве мы поняли за что. И назвали его таким маленьким переднеприводным джипом. И с удовольствием поездили так и там, где на обычной ликовушке подумали, стоит ли. Еще бы. Мы ведь намерили 21 сантиметр дорожного просвета, притом под самой нижней точкой, под двигателем. Хотя, надо сказать, машина была без нагрузки, да и защита картера уменьшит дорожный просвет. Но это результат лучших современных кроссоверов. И вот тогда маркетолога Форда мы готовы были хвалить и хвалить. Задумать такой автомобиль. На трассе ликовой. А как достойно ведет себя Fusion на переставке. Все-таки умеют фордовцы настраивать шасси на активную езду даже у таких, казалось бы, спокойных машин. Ну а на грунт съезжаешь. Ощущение внедорожника. Вот и сегодня я вспоминаю те впечатления. Дороги у нас лучше не стали. А зимой так вообще ужас. Зачем снег убирать? Лучше химии сыпануть. И в результате убить асфальт окончательно. Но на Fusion по этим колдобинам едешь спокойно. Вот за что оценили многие этот автомобиль. За небольшие деньги получаем фактически переднеприводный кроссовер. С вместительным салоном. Притом его трансформация была тоже на высоте. В общем, машина для народа. И вот в 12-м году, как гром среди ясного неба, Fusion больше не будет. Совсем. Ну, Ford, ну даете. Вы что, не видите, как теряете в России популярность? Focus 3 не Ice, 2 на наш взгляд был лучше. Mondeo продаете старый. Fiesta? Она вообще здесь оказалась не у дел. И что вы предлагаете на замену Fusion? Ну, ни-че-го. Кто сказал, Ford EcoSport? Ну да, он должен появиться в этом году, но это уже не тот ценовой диапазон. И это все-таки полноценный паркетник. А B-Max? Сам Ford пророчил его на замену. Но 130 мм просвета под бампером? Гламурненько. Но это не Fusion. И главное, что у других производителей почти нет подходящей замены. Ну, на вскидку назовем, пожалуй, Kia Soul. Но у него несколько другая идеология. Да и машина на любителя. Ах да, еще парочку. Suzuki SX4 и ее итальянский двойник Fiat Sedici. Но популярностью Sedici вообще не пользовался. Впрочем, есть одна реальная замена. Это Renault Sander Stepway. Хотя это все-таки хоть и лифтованный, приподнятый, но хэтчбэк. Fusion – это все-таки универсал. В общем, вывод напрашивается такой. Пока еще есть хорошие экземпляры на вторичке, ищите и хватайте. Недорогой и отличный автомобиль для российских дорог. Да, подвеску мы оценили еще на первых тест-драйвах. Упругая, но ямки хавает без проблем. Понравились и материалы отделки. Вроде бы недорогие, но они дешевые. В монолитном торпедо, если и появляются сверчки, то они многочисленные. А по надежности Fusion показал, наверное, себя лучшим из Фордов, которые продаются в России. Нет, болячек, конечно, хватает, но мы не будем сегодня плотно их обсуждать. Тема-то получилась несколько другая. Но характерные недочеты скажем. Первый под капотом. Вот до чего же неудобно его открывать. Неудивительно, что решетку радиатора нередко при этом ломают. Бензиновый мотор 1.6. Надежный. Но вы слышали про желтую шестеренку. Если нет, значит у вас не было Форда. Шестеренка на тахометре и у нас высветилась. Впрочем, снять на камеру ее не успели. Прогазовались и пропала. Скорее всего, нуждается в чистке дроссельная заслонка. Но на форумах Fusion этому значку посвящают целые главы. А вот и классика. На двери багажника пузырится краска. Впрочем, это характерно для многих машин в кузове универсал и хэтчбэк. У нас машина с механической коробкой. И это надежный вариант. Хотя нет фокусовской четкости переключений. Вязка. На автомат, впрочем, тоже жалоб немного. А вот робот. Нет, он тоже вполне себе надежен, потому что та же самая механика. Но мы бы его не рекомендовали. Зачем эти дерганные переключения передач? А приятно, что и спустя годы Fusion не разочаровал. Конечно, нужно понимать, что это машина B-класса, поэтому шумка так себе. Сделать шумоизоляцию напрашивается. Особенно, если вспомнить совершенно голые и необработанные колесные арки. Вот отсюда и исходит N-ая часть звуков от дороги. Нет здесь и многих современных новомодных фич. Это труженик, который мог бы стать народным автомобилем. Но, увы, теперь уже не станет. Благодарим авторынок Viaduk за предоставленную машину для тест-драйва. И вот теперь поговорим об изменениях. Первое, что нас удивило, это количество машин и выбор. Он стал куда больше. Все просто, говорит мне директор авторынка. Мы объединили две точки продаж в одной. То есть теперь у нас один большой авторынок, притом в центре города, что очень удобно. Конечно, у меня тут же в голову лезут мысли о кризисных изменениях. Но шаг по объединению действительно логичный. И главное, удобный для нас покупателей. Выбор машин стал больше. И вот здесь хотелось бы разрушить парочку стереотипов. И опять о Форде. Что там говаривал сам Генри? Лучший автомобиль это новый? А как вам такая 14-я? С пробегом всего лишь 8 тысяч. И в салоне которой еще не выветрился запах новизны. По кузову и салону ни одного изъяна. Вот и подумаешь. А зачем переплачивать за новую машину, если можно взять выпущенную в прошлом году и намного дешевле? Вот почему авторынок в кризис привлекает больше покупателей. Что мы можем купить, имея 500 тысяч в кармане? Если новое авто, то это будет, как правило, только B-класс. Другое дело рынок. Вот альтернатива. Семейный компакт-вэн. Притом дизельный. Комплектация отличная. Парктроники по кругу. Им помогает видеокамера. Навигация. Собо собой разумеется. А музыка какая, только послушайте. А салон, рожа, кожа, в общем, классный сценик. Вот она, рыночная альтернатива. Ну а если B-класс, то можно поискать и вообще не задорого. Вот яркий представитель. Логан. И при том по хорошей цене. А еще на рынке есть машины, которые вообще в салонах не встретишь. Как вам Toyota Urban Cruiser? Думаю, многие такую в первый раз видят. Автомобиль с Европы без пробега по нашим дорогам. Знаем, что есть ценители именно таких экземпляров. Их видим здесь немало. Много и российских машин. В кризисные годы недорогие автомобили, при том и простые в обслуживании, всегда пользуются спросом. И вот тут хотелось бы разрушить второй стереотип. Машину лучше покупать у хозяина. Ну да. Только сейчас покупка по объявлению связана с риском. Чем хуже живем, тем больше мошенников и обмана. В случае нередко, когда купил авто, с ним появляются какие-то проблемы, звоним по телефону продавца, а там ни привета, ни ответа. На авторынке, при том, который работает не первый год и все-таки дорожит своей репутацией, спокойнее. Общение идет с менеджером, да и телефон хозяина машины, если что, узнать без проблем. Под боком весь необходимый перечень услуг, по оформлению документов, кредиту, обмену, он же трейд-ин. А если продаем автомобиль, то тут же можно сделать предпродажку, включая химчистку салона и мойку. В общем, Виадук стал больше, а поэтому и предложения шире.